Какой будет человеческая жизнь в мире будущего? На протяжении многих тысячелетий люди жили с четким ощущением того, что они живут в настоящем. Даже те из них, кто не были особенно склонны к философии, все равно чувствовали, что вот оно, здесь, настоящее. Оно длится, оно происходит, оно имеет место быть. Оно здесь. Бытие здесь. Не ускользающее, не убегающее. Оно тут. Время, конечно, может утекать сквозь пальцы, но мир, бытие остаются. Даже если из этого мира уходим мы, в этом мире остаются другие люди. Однако, что-то стало происходить. Для человека европейской культуры, наверное, это стало происходить в 20 веке. Как там было написано у Булгакова. Но времена кончились, и внезапно и грозно наступила история. Та история, о которой раньше мы только читали в книжках. Эта история стала происходить у нас под окнами, в наших квартирах, в наших домах, в наших головах. Раньше привычно было считать, что изменения происходят с каждым новым поколением. Мир меняется примерно каждые 25 лет, или, во всяком случае, мы способны заметить эти изменения. Но сегодня мы сталкиваемся с другой ситуацией, когда изменения происходят намного быстрее. Даже не только на памяти одного поколения. Эти изменения меняют нашу жизнь так быстро, что мы, кажется, потеряли всякую способность адаптироваться к этим изменениям. Понятно, что каждое новое поколение, даже то, которое младше нас на несколько лет, обращается со всеми этими изменениями гораздо лучше. В первую очередь, переходят в голову всякие технические новшества. Одним словом, кажется, что будущее происходит уже прямо сейчас, как бы замещая собой настоящее. Мы не успеваем угнаться за этим настоящим. Только вчера выпустили одну модель телефона, а уже спустя полгода появляется новая. А спустя два года вы понимаете, что ваш телефон или ваш компьютер безнадежно устарели в отношении тех задач, которые сегодня перед нами стоят. Или тех возможностей, которыми можно было бы воспользоваться, будь у вас некий новый гаджет. И тогда возникает чувство, что мы попали в мир, где будущее уже наступило. Но что такое это будущее? Можно ли его как-то ощутить? Нам кажется, что мы всегда привязаны к настоящему. Но так ли это на самом деле? Насколько далеко от нас стоит будущее? В одной из социальных сетей, название которой сегодня не принято произносить, была группа, которая называлась «Пианисты 21 века». Когда я видел название этой группы, мне как-то не приходило в голову задуматься над реальным значением этой фразы, этого названия. Что означает «Пианисты 21 века»? А потом-то меня внезапно дошло. 21 век – это уже 20 лет. Как? Стало быть, мы не говорим о каких-то мифических пианистах будущего. Мы говорим о тех пианистах, которые существуют уже сегодня. Будущее уже здесь. Когда я начинаю произносить какую-нибудь фразу, я устремляюсь в будущее. Я думаю о том, к чему она меня приведет, либо к чему я попытаюсь ее привести. Когда я заканчиваю фразу, оказывается, что я держу в памяти прошлое, потому что иначе моя фраза не будет иметь никакого смысла. Если фраза оказывается слишком длинной, мы теряем ее смысл. Мы не удерживаем столько настоящего в своей голове. Возникает вопрос. А мы действительно живем в настоящем? Или настоящее – это тоже только фикция? С точки зрения какого-то гипотетического человека будущего, мы все очень странные люди. Мы все время пытаемся найти опору в прошлом. Мы обращаемся к тому, что с нами было. Мы оцениваем то, что происходит сейчас, исходя из наших, как бы мы сказали красиво, предиспозиций, предрасположенностей, сформировавшихся в прошлом. Но как из этого прошлого можно составить рецепт успешной деятельности в будущем? Вы скажете, что все это какой-то бред и туман? Это бред и туман только до той степени, до которой мы не привыкли думать о таких вещах. Мы привыкли думать о мире с очень узкой точки зрения, исходя из той конструкции, которую мы соорудили и которую называем культурой. Говорят, что Господь Бог сотворил небо и землю. Человек сотворил культуру. Он создал ту алмазную сеть категорий, как сказал бы об этом один немецкий философ, и ползает теперь по этой сети, как интеллектуальный паучок. Как только в этой интеллектуальной сети обнаруживается брешь, он старательно ее начинает заделывать. Паучка можно даже пожалеть. Если его паутину пробило шальной пулей, а таких пуль впереди, поскольку война только началась еще тысячи и тысячи, то его дело кажется совершенно безнадежным. Всю свою жизнь он будет обречен на то, чтобы латать эту самую паутину. Чем мы принципиально отличаемся от такого паучка? Мы глядим на мир с нашей точки зрения, глубоко личной точки зрения, очень редко интересуясь тем, как все обстоит на самом деле. Людей, которые интересуются тем, как все обстоит на самом деле, мы называем учеными. В течение, по крайней мере, нескольких сотен лет, не рискну утверждать, что больше, эти самые ученые были озабочены вопросом построения картины мира. Мира, как он есть на самом деле, без прикрас. Мира, как он есть на самом деле, а не как его видят люди. Правда, уже в начале этого пути появился один забавный человек, которого звали Иммануэл Кант, который сказал, что, в общем-то, эта затея обречена на неудачу, потому что то, как мы воспринимаем мир, заложено в самой структуре нашего познавательного аппарата. Альфред Розенберг говорил, что люди вообще сохраняют здравый смысл только поскольку смотрят на мир со своей глубоко личной точки зрения, с точки зрения червя. Да, я бы предпочел сослаться на какого-нибудь другого автора. Дело в том, что Альфред Розенберг – это один из идеологов нацизма. Говорят, что на идеях Розенберга строились многие идеи, описанные Гитлером в его книге «Mein Kampf». На самом деле, я сейчас не высказал ничего ни нового, ни оригинального. Все это о том, что настоящее прошло и наступило будущее, сегодня называется всем хорошо известным словом «постмодерн». Даже если вы толком не знаете, что означает это слово, все равно им пользуются сегодня всем. Как будто, чтобы запутать людей еще больше, проводят различия между понятиями «постмодерн» и «постмодернизм». «Постмодернизм» – это направление в искусстве, в литературе, в живописи, в философии. А «постмодерн» – это состояние культуры, которое вызывает появление постмодернизма в литературе, живописи, в кинематографе, в философии. Откуда появляется слово «постмодерн»? Понятно, что приставка «пост» подчеркивает некую несамостоятельность. Понятие «модерн» несколько более сложное, чем понятие «настоящее». Идея «модерна» появляется, по сути дела, в эпоху Возрождения. Люди, которые жили в это время, рассуждали просто. Вот есть древнее время или же античность, в буквальном переводе. Есть мы, современные люди. Мы – это всегда современные. Есть что-то между нами и древним временем. Средние века, то есть то, что находится посередине. Однако у современности есть небольшой недостаток. Она никак не заканчивается. Она все длится и длится и длится, и эта современность начинает растягиваться так сильно, что мы понимаем, что, ребята, это уже никакая не современность, это уже прошлое. И тогда для того, чтобы как-то огородить или, может быть, выгородить, мы начинаем придумывать новые слова. Если мы вспомним всю периодизацию, которой мы сегодня привыкли пользоваться, античный мир, средневековье, новое время, а дальше у нас идет что? Новейшее время. Вот здесь как раз зарыта некая собака. Собачность этой ситуации заключается в том, что понятие модерна все время сдвигается. Люди эпохи Возрождения считали, что они живут в эпоху современности. Отсюда и понятие модерн, современность, модернити, современность. Но мы сегодня понимаем, что Возрождение – это не модерн. Сегодня мы придумали другое слово. Сегодня этот период, эту эпоху мы называем именно Возрождение, отодвинув таким образом период современности для себя самих. Сегодня этот период отодвинулся до конца XIX века или даже до начала XX. Это можно вспомнить по школьным учебникам. История новейшего времени – это XX век. В России однозначно считают, что новейшая история началась с 1917 года. Потому что в 1917 году происходит Октябрьская революция. Ну, так говорили в XX веке. А сегодня, в общем-то, с большим основанием, можно сказать, что произошел большевистский переворот. Можно говорить о том, что начало новейшей истории – это 1914 год. Начало Первой мировой войны. Кто-то скажет, что это, например, 1890 год. Кто-то скажет, что это, скажем, Англобургская война. Разница в несколько десятилетий здесь для нас совершенно непринципиальна. Важно запомнить, что словом «модерн» мы всегда обозначаем нечто современное. Отсюда возникает вопрос. Как может быть постсовременность? Это нечто вроде будущего, которое еще не наступило. Но, тем не менее, мы пользуемся словом «постмодерн». Для чего? Почему оно возникло? Само слово появляется уже в начале XX века, но активно пользоваться им начинают в 60-е и 70-е годы XX века. И возникает оно изначально не в среде художников, не в среде писателей, а в среде культурологов и философов. Можно сказать, что постмодерн появляется как реакция, причем реакция негативная на идеологию модерна. Ведь модерн – это не просто период истории, это определенная идеология. Новизна этого подхода заключалась в том, что история перестала рассматриваться как какая-то нейтральная дисциплина. Мы, наконец, поняли, что объективной истории не существует, ее быть не может, и что история всегда обслуживает те или иные политические цели, те или иные политические идеологии. То, что происходит в обществе, это не просто хаос, это развитие определенных идей, даже если самими представителями общества это не осознается. В 1967 году Ролан Барт пишет знаменитое эссе под названием «Смерть автора». Грубо говоря, конкретный автор, конкретный писатель не имеет значения. Имеет значение культурная ситуация, в которой он находится. Не я пишу, а мною пишет. И в этом смысле каждый автор не самостоятелен. Если мы считали, что святые отцы, авторы Евангелия этих, эти богом вдохновенные люди, богом вдохновенные писатели, они пишут, будучи вдохновленными святым духом, то в этом смысле можно сказать, что любой писатель, если не богом вдохновенный, то культурой вдохновенной, потому что он несет в себе определенную идеологию, как систему идей. Поэтому любой автор несвободен изначально. Он несвободен, он пленник своей собственной ситуации. Каждый человек несвободен. Он пленник своего собственного времени. И с точки зрения фрейдизма, можно сказать, что каждый человек – это пленник своего собственного психического уклада, своих собственных комплексов, своей психической истории, точно так же, как автор – пленник своей культурной ситуации. Культурной ситуации, социального положения, своего психологического склада и многого другого. Но вот эти идеи были принципиально враждебны самой идее модерна. Почему? Чем характерен модерн? В чем его основная установка? Прежде всего, это, конечно же, век разума. Модерн – это век разума. После веков каких-то произвольных, хаотических установлений, после веков традиционализма и некритичности в области социальных отношений, межчеловеческих отношений, в области знания, поскольку знания часто опирались на какие-то непроверенные факты, домыслы. Вот после всего этого мы хотим прояснить, наконец, свои собственные основания, хотим прояснить свой собственный фундамент. Этим занимаются все философы нового времени. По сути, всю философию нового времени можно воспринимать как методологию познания, как поиск метода, способа, инструмента, основания познания. Главное, что она пытается сделать, это выяснить, почему я так считаю. Почему я считаю, что это истина. Модерн считает, что истиной является то, что можно доказать рационально. То, к чему я могу рационально прийти. И все остальные люди могут убедить рациональность моих воззрений. Соответственно, у нас начинает происходить век рационализма. Будет это рационализм, который считает, что все происходит из разума, или тот, который считает, что все происходит из опыта, это не важно. И там, и там существует четкая логическая модель. Вот, у нас есть основания. Мы, используя определенные процедуры, делаем определенные выводы и приходим к определенным, опять-таки, результатам. Все четко и понятно. Четко и логично. За основу можно брать вроде бы немного разные вещи. Но идея остается прежней. То же самое. Мы все рационально мыслим. И поэтому мы все можем рационально постичь. Сюда же, конечно, относится идея и идеал просвещения. Сюда относится идея поначалу системы, а потом постепенно структуры. То есть все философы и историки, филологи того времени, пытаются построить свою науку, свою отрасль, как систему. Вот Ломоносов, допустим, чем все время занимается. Он пишет вот эти просто парадигмальные работы по разным отраслям науки. Все к этому стремится. Вот, например, написать книжку под названием «Филология» или «Физика», или «Химия». Это люди, которые не склонны писать статьи по отдельным каким-то вопросам. Они хотят сделать общую концепцию. Они хотят вложить весь мир в определенную систему. Если есть система, значит, есть элементы системы, значит, есть упорядочивающий общий принцип. То, с чего все начинается, или то, к чему все можно вести. Но, как правило, и то, и другое. Конечно, поэтому должно существовать понятие истины. Естественно. Конечно, здесь работают некие идеалы. И идеалы должны быть универсальными для всех. Вот на этом строится идеология модерна. Эгалите, пратерните, либерте. Это три принципа, которые должны быть справедливы для всех. Свобода, равенство, братство. Если для кого-то делается какое-то специальное исключение, то тогда все остальные не могут быть в равной степени свободны. Если для кого-то делается специальное исключение, то все не могут быть равны. Если кого-то мы исключаем, то, стало быть, о братстве не может идти речи. Поэтому мы начинаем заниматься экспортом идеи французской революции повсюду. Все правительства должны быть организованы по такому принципу. Все государства должны быть организованы по такому принципу. Все общественные отношения должны исходить из принципа свободы, равенства, братства. Все, что не соответствует этим принципам, является отжившим, является признаком традиционного общества, общества некритического. С этими же идеями соотносятся и три цвета. Знаменитые три цвета, которые появляются сначала на французском национальном флаге, а потом опять-таки экспортируются во флаге многих других стран, в том числе и Нидерландов, в том числе и России, и Чехии, и многих-многих других. Белый, синий, красный, правда, в разных культурных средах обозначать эти цвета будут немного разные вещи. Специально критиковать эти идеалы нет никакого смысла. Они уже давно раскритикованы как уважаемыми людьми, так и самим временем, самой историей. Век разума оказался не таким уж разумным. Все равно оставалось очень много вещей, которые выходят за пределы контроля разума. Например, появляются идеи, связанные с той же самой жизнью бессознательного. Идеи Фрейда в этом смысле нанесли очень сильный удар по идеологии модерна, потому что, оказалось, человек далеко не все может осознать при помощи своего собственного разума. Тем более, далеко не все он может поменять. Соответственно, идеи рационализма оказались не единственно возможными. Появляются доктрины, связанные с эмотивизмом, то есть в зависимости от эмоций, от мотивов движения человеческой души. Появляется, допустим, прагматизм, когда мы исходим не из целей рацио, а из целей практики, просто повседневной деятельности. Идеология просвещения тоже оказалась не такой уж замечательной и хорошей, потому что благодаря этому огромное количество людей получило доступ к такому роду знаний, которые сами просветители, возможно, и не хотели бы давать в руки народа. К просветителям вообще нужно относиться достаточно осторожно и очень внимательно читать, что они на самом деле пишут. Просветители не были людьми, которые ходили и каждому раздавали тома британской энциклопедии, говоря «учит и считает» и так далее в том же духе. Они очень четко понимали, что должны быть люди, которые знают это, и должны быть люди, которые не знают этого. Потому что если все будут образованными и умными, то управлять такими людьми будет сложно, если вообще возможно. Итак, на фоне прежних идей системы появляется новая идея – структуры. Она появляется не обязательно тогда, когда возникает понятие структурализма в XX веке. Возникает представление о том, что разные идеи могут упорядочиваться по-разному, не единственно возможным образом. И это показывают те же системы того же самого нового времени. Есть система Канта, но есть система Гегеля, есть система Шеллинга, есть система Теттенса. Мы можем написать разные системы. Но, тем не менее, в эпоху модерна считалось, что какая-то из них будет истинной, а все остальные по необходимости должны быть ложными. Существовало представление о том, что есть истина как таковая. И, допустим, даже если нам нужно какое-то время, чтобы ее открыть, то все равно, рано или поздно, мы ее откроем, как консервную банку. Убы, в эпоху постмодерна от понятия «истина» не осталось ничего. Точно так же, как если мы раньше считали, что существует только одна реальная, подлинная любовь. А в эпоху постмодерна, и, скорее уж, постпостмодерна, оказывается, что и любовь может быть очень разнообразной, и отношения могут строиться по очень разнообразным принципам. Эта истина, как идеал познания, как идеал человеческой деятельности, просто не могла удержаться на ногах. Принцип модерна прост. «Я на этом стою, и я не могу иначе». Как там формулировал это в конце XIX века, кажется, еще Жюль Верн, «меня можно убить, но поколебать никогда». Собственно говоря, таким же представителем идеала модерни является и Гамлет. Помните, в одном эпизоде Гамлет сравнивает себя с флейтой, говорит Гильденстерному, возьмите эту флейту и сыграйте на ней. А Гильденстерн говорит, что вы, принц, я не умею. Гамлет отвечает, но это же так же просто, как лгать. Перебирайте отверстия пальцами, вдувайте ртом воздух, и из нее польется нежнейшая музыка. Видите, вот клапаны. Гильденстерн ему отвечает, но я не знаю, как ими пользоваться, у меня ничего не выйдет, я не учился. На что Гамлет ему отвечает, «Смотрите же, с какой грязью вы меня смешали. Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знания моих клапанов. Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто все мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры. У нее чудный тон. И тем не менее, вы не можете заставить ее говорить. Что же, думаете, со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким угодно инструментом. Вы можете расстроить меня. Но играть на мне нельзя. Фух. Это были люди, которые очень четко понимали, что такое принципы. Люди, которые очень хорошо понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Наверное, это и заменяет строгость, как сказала одна английская писательница. Мы можем с ними не соглашаться. Вряд ли сегодня Гамлет, его деятельность, его поведение смогут послужить для нас моральным идеалом. Мы можем восхищаться той бури чувств, бури, которая происходит в сознании Гамлета, но сказать, что это та модель поведения, которую сегодня мы для себя могли бы принять, которую мы бы сегодня могли оправдать, не знаю, все-таки вряд ли. Для какой-то части, наверное, да, но для очень многих людей совсем нет. Итак, что же у нас получается с постмодерном? Век разума, как я уже говорил, оказался не совсем разумным. 1914 год, и вся Европа сходит с ума. Во всех странах кричат «До победного конца!» Не только в России, везде, в Германии, в Англии, везде, повсюду. Людей, которые пытаются сказать, что война – это безумие, сажают в тюрьму. Ну, как, например, того же самого Бертрана Рассова. И не посмотрели на то, что он лорд, и не посмотрели на то, что он известный ученый, профессор. Это человек, который пропагандирует совсем другие идеи, идеи пацифизма, которые здесь не подходят. 1917 год, вроде бы, с точки зрения очень многих людей, происходит революция, которая действительно меняет ход человеческой истории. Она на самом деле во многом изменила ход человеческой истории. Кажется, что вот-вот, наконец-то, удастся построить то самое замечательное будущее, так писал Михаил Фанасьевич Булгаков, который опишется в книгах с золотым обрезом, тех самых книгах, которые пахнут шоколадом. Но вместо этого получается не блестящее будущее. Нет. Вместо этого получается кошмар. Огромнейшая страна, и не только одна эта страна. Практически вся Европа оказывается в руинах. Везде происходят революции. Гражданские войны с большим или с меньшим размахом. Гибнет огромное количество людей. Новый строй, который строится теперь в России, для многих является привлекательным, но точно так же для многих он совершенно неприемлем. Когда-то в детстве, когда я узнавал о каком-нибудь замечательном человеке, который мне нравился, я бежал к энциклопедии, чтобы узнать, когда он родился и когда он умер. Чтобы узнать, не посчастливилось ли ему пожить в Советском Союзе или хотя бы в то время, когда уже был Советский Союз. Мне было всегда очень искренне жаль тех людей, которые не жили в этом лучшем государстве в мире. Прошло время, и я стал понимать, что если эти замечательные люди не жили во время Советского Союза или жили, но в другой стране, то, скорее всего, им сильно повезло. В результате революции и гражданской войны Россия лишается постепенно своей элиты, творческой элиты. Та часть, которая может уехать, уезжает. Та, которая не может или не хочет, или боится, или не решается, ее уничтожают. Главным образом в 30-е годы. Вспомни лишь некоторых. В 1917 году выехал Сергей Васильевич Рахмалинов, в 1918 – Сергей Сергеевич Прокофьев, в 1919 – Набоков, в 1920 – Бунин, Соколов-Микитов, Гиппиус, Мережковский, Бальмонт, в 1921 – Мэтнер, Андрей Белый, Ремезов, Зайцев, Оренбург, Кандинский. В начале, в середине 1922 – Шаляпин, Цветаева, Шкловский, Берберова, Ходосевич. Философский пароход 1922 года. Франк, Трубецкой, Сорокин, Лоски, Лапшин, Кизеветтер, Корсавин, Булгаков, Бердяев. Происходит настоящая культурная катастрофа. Мы наш, мы новый мир и строим. К чему приводят идеалы рационального переустройства мира? К тому, что мы начинаем понимать мир намного сложнее, жизнь намного богаче, человек намного менее предсказуем, чем нам кажется. И предположить, что мы, сидя на диване, на стуле, на табуретке, что мы напишем программу действий для всего общества, и что все общество будет с этой программой согласно, будет действовать в соответствии с этой программой, не получается. Самые прекрасные изобретения человеческого разума обращаются против самого же человека. У Стругацких, трудно быть богом, к отцу Кабани, как вы помните, время от времени подбрасывают земные наблюдатели какие-то изобретения человечества, надеясь, что они помогут этой заблудшей цивилизации. Так вот, отец Кабани, представитель, по сути, этого средневекового общества, говорит, как странно получается. Например, колючая проволока, я думал, что ею можно будет ограждать скот, чтобы он не убегал. А оказывается, за эту колючую проволоку можно посадить людей. Есть успехи химии, есть знаменитые ученые, в том числе лауреаты Нобелевской премии. Вот теперь оказывается, что успехи химии можно использовать для того, чтобы создать удушающие газы, от которых люди умирают в страшнейших муках. Есть успехи, науки, техники, инженерии. А оказывается, можно построить мощные броненосные крейсеры, которые будут бомбить прибрежные города. А для того, чтобы бороться с этими броненосными крейсерами, можно сделать подводные лодки, которые будут таранить эти самые броненосные крейсеры. А для того, чтобы бороться с подводными лодками, мы будем сбрасывать на них глубинные бомбы, которые уничтожают не только подводные лодки, но и вообще все живое в некотором радиусе. Ну, конечно, сравниться с 1945 годом, сравниться с Манхэттенским проектом, с ядерной бомбой, до этого нужно было дойти. Но дошли. Дошли очень быстро. Будущее наступило намного быстрее, чем мы предполагали. Жюль Верн когда-то в одном из интервью говорил, очень скоро, возможно, придумают такое оружие, которое позволит уничтожать целые армии на расстоянии. Такое оружие придумали. И неоднократно. И очень быстро. Вот до того, чтобы сделать так, чтобы никто не умирал с голоду, до того, чтобы найти средства от элементарного насморка, который каждый год лишает всемирную экономику миллиардов, потому что люди по два раза болеют и не могут из-за этого работать в полную силу, вот до этого мы дойти не можем. Если мы вдруг найдем такое лекарство, если мы вдруг начнем использовать не двигатели внутреннего сгорания, а зеленые двигатели, что будут делать все эти замечательные компании? Что будут делать целые государства, которые живут за счет использования варварского использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды? Чем будут жить эти самые люди, которые в том числе просто работают в этих компаниях? Помните, в фильме «Пятый элемент» священник Вито Корнелиус обвиняет Жана Батиста Эммануэля Зорга в том, что тот монстр и чудовище, в том, что он эксплуатирует людей на своих гигантских предприятиях, а Зорг вполне серьезно объясняет Вито Корнелиусу, что вся та роскошь, которой окружен он и многие другие люди, все эти технические изобретения, все они дают работу сотням, тысячам, миллионам людей, конструкторам, инженерам, изобретателям, дизайнерам, техникам, которые создают все эти вещи, получают за них зарплату. И потому я, говорит Жан Батист Эммануэль Зорг, оказываюсь включенным в великую цепь бытия. Он начинает чувствовать себя не просто банальным человеком, который держит ниточки жизни миллионов людей. Он начинает чувствовать себя соразмерным Богу. Вот это человек эпохи модерна. Субтитры создавал DimaTorzok